Теремок ТВ Ладно, только пообещай, что присмотришь за близнецами Зачем? Чтобы не было, как в прошлый раз Что-то не помню, чтобы в прошлый раз что-то было Конечно, не помнишь, не ты же следил за ними Хорошо, дорогая Сегодня буду смотреть за близнецами, не отрываясь Дети, выезжаем Прямо сейчас? Да, сегодня мы выезжаем заранее, чтобы не опаздывать, как всегда Быстрее, быстрее, уже пять часов, опоздаем Я забыла телефон Простите Давай туда и обратно, только быстро Пап, а мы уже опоздали? Еще успеваем, потому что я знаю один хитрый срез Взяла Он разряжается У кого-нибудь есть зарядка? Тут здесь нет 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 зарядки Можно я сбегаю, пап? А тебе обязательно, дочка? Пап, мы едем в аквапарк Как вообще в аквапарке без смартфона? Ах, только быстро Пап, а мы уже опоздали? Я тебе уже отвечал? Не помню, мы запутались Взяла Мам, подключи, пожалуйста Да, подожди, переходник У кого-нибудь есть переходник? А, вот нашел А, нет, он дома Я быстро Нет, все, едем, иначе опоздаем Посмотри, маршрут в объезд пробки Не надо, дорогая Я знаю секретный срез Поэтому держитесь крепче Томчимся за минуту Пап, а мы уже опоздали? Чичевикина 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 Не бегайте Ага, ладно, хорошо Как красиво течет вода Да Можно смотреть вечно Полчаса до закрытия аквапарка Полчаса и три процента зарядки. Вызов принят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожно! Еду! Круто! Пап, смотри! Сейчас вылетим! Ты! Мы все еще едем! Молодцы! Спасибо, что взял их на себя. Без проблем, дорогая. Мама, шарик. Шарик. Хорошо. Ну что ж, мы тогда к шарику. Давайте. Пап, смотри! Да, вода – это здорово. Парни, могу я с вами договориться, как мужчина с мужчинами? Да, конечно, пап. Короче, покатайтесь пока сами, а через 15 минут встречаемся у входа. По рукам? Да, конечно! А ты что будешь делать? Я должен проверить безопасность этих горок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давай еще раз. Да, точно не получилось. Мы уже не успеем. Макс, там еще 2% зарядки. На все самое важное должно хватить. Я имел в виду, что аквапарк закрывается. Нам пора, а ты вон даже ни на одной горке не прокатилась. Ни о чем не жалею. Смотри, Макс и Лиса уходят. Нам что, тоже надо? Папа сказал, встречаемся через 15 минут. А ты засек время? Ммм, засек ли я время? Нет, а ты? А я, кажется... Нет, тоже не засек. Давай засечем сейчас и пойдем еще кататься. Но горки уже закрывают. Неправда? Вот же цепь, это украшение. А-а-а, красиво. Алиночка, пора домой. Отличненько, я успел все, что хотел. А где Бори и Рома? А, они... Ты про них забыл. Нет, мы договорились встретиться здесь. И ты их отпустил? Мы договорились встретиться здесь в качестве финиша гонки. Кто первый добежит до выхода. Боря и Рома, вы проиграли! Пойду сообщу им. Ладно. Алина, ты идешь? Мне нужен отдых. Боря, Рома, уже не смешно. Выходите. Или хотя бы намекните, где вы. Ага! Вот вы и попались. Попались. Ну, держитесь. Привет, пап. Теперь и ты в ловушке. Какая ловушка? Ну-ка, вылезайте отсюда и домой. Мы не можем. Да ладно. Здесь же не так высоко. Надо просто быстро забежать и все. Сейчас все будет. Не, мы отсюда не вылезем. Почему горка сломалась? Потому что воду отключили. А обратно включат? Конечно, включат. Внимание, посетители. Аквапарк закрывается. Но только завтра. Подача воды на горке отключена. Ну, где же они? Да все с близнецами будет в порядке. Но папа уже давно ушел за ними и до сих пор не вернулся. Так с ними папа? Нам срочно надо их спасать. Эй, подождите. Надо Алинку вытащить. Мы мчимся! Аркаша, Боря, Рома. Вы где? Дорогие мои! Как хорошо, что вы здесь. А то у нас тут небольшая проблемочка. Мам, мы в трубе. Ну, так вылезайте оттуда. Мы не можем. Горка пересохла. И как же вы там оказались? Эти вот полезли кататься. А этот вот, почему за ними не следил? Ладно, признаю. Я слегка отвлекся. А теперь, пожалуйста, попросите, чтобы нам включили воду. Ладно, ждите. Наверное, нам надо за ним побежать? Нам точно надо за ним побежать. Э-э-э, понятно. Откройте! У нас тут дети в трубе застряли! Бесполезно. Он слишком далеко. Надо просто позвонить на номер аквапарка. Точно! Василис, у тебя же телефон с собой. Найди, пожалуйста, номер. Да, с собой. Я же говорила, что в аквапарке он просто необходим. Так, номер аквапарка набра... Разрядился. Что же делать? А еще говорила, что двух процентов хватит на все самое нужное. Да, я успела запостить фотку с серфингом. Мы застрянем здесь на всю ночь из-за горстки лайков. Ни о чем не жалею. Так, какой смысл ждать? Надо просто еще раз попробовать. Дурацкая ловушка! Ну и ладно. Я думаю, нам все-таки лучше их подождать. Ничего страшного на самом деле не происходит. Нет, лучше все-таки их поторопить. Дорогая! Проблемочка стала проблемищей! Скорее, доставайся! Что делать, мам? Нам нужно что-то типа веревки. Пожарный шланг. Василиса, помоги. Макс, присмотри за Алинкой. Держитесь! Привяжи. Готово! Ловите! Ребята, сюда! Несмотря на все препятствия, храбрый папа преодолеет самую опасную гору в мире. И спасет вселенную! Но, кажется, пожарный шланг развязался. Идиот! Ура! Дорогая, я должен попросить прощения. Я не уследил за Борей и Ромой. Я понимаю. Ты просто хотел покататься. Да. А разве тебе не хочется? Хочется, но я смотрю, как катаются наши дети и испытываю такую же радость, как они. И, конечно, слежу, чтобы они не выдворили что-нибудь. Обещаю, что в следующий раз с них глаз не спущу. Пап, это новая горка просто огонь! Да, пап, даже мне нравится. Обязательно попробую. Но только не сегодня. Я тебя почти уже догнал. Ты меня никогда не догонишь. Я-то догоню. Вот смотри, ничего у тебя не получится. Еще одна секундочка, я тебя перегоню. Меня перегнать невозможно. Так для меня нет ничего легче. Посмотрим! Не поверите, что только что произошло! Нашу семью выбрали для участия в игре в Гагару! Ой! Это же крутая игра с тортопулялкой! Мы в этой игре профи! А я смогу поставить нам командный танец! И его будет танцевать весь Чикиграм! Я вас умоляю, эта игра сплошная показуха. Я собираюсь доказать, что важнее всего ум и логика, а не сомнительные физические таланты. Дорогая, ты что, не рада? Ага, стой! О, божечки! Как же мы покажем себя стране! Рома и Боря грязнули, и ты вместе с ними. Макс постоянно грызет свои очки, а танец Василисы еще совсем не доработан. Мамуль, не переживай, мы все отрепетируем. Время еще есть. Детей отмоем, меня тоже. А Максим возьмет себя в руки. Ну, хорошо. Да! Но я с вас глаз не спущу. Вперед на игру! Да! Чичи-чири кино! Чичи-чири кино! Добро пожаловать на самую крышесносную игру! Игру в Гагару! У участников предстоит сразиться в тортнометании, пройти лабиринт с ловушками и преодолеть полосу препятствий, не запачкав клюв. Пришло время представить наших участников. Аркадий, как говорится, слово не воробей, а вы воробей. Время показать, на что способна ваша команда. Как мы учили. И левой, правой, поворот. Макс! Я же предупреждал, танцевать я не умею. Ах, кажется, это провал. Вау, это было что-то. А теперь черед семьи павлинов. Аглая, победительница Олимпиад по физике и черчению и конкурса по узорам на хвосте. Близнецы! Просто вундеркинды! Эй, а почему наши достижения не назвали? Наверное, потому что у нас их особо и нет. Арсен, чемпион по борьбе без правил и Декатлону. Вау, они, наверное, целый год репетировали. Или их физические данные изначально лучше наших. Я всегда говорил, что вечно можно смотреть только на три вещи. Огонь, воду и танец павлинов. Аркаша, во что ты нас впутал? Мы точно проиграем. Эти павлины во всем лучше нас. Даже их группа поддержки намного больше и громче нашей. У нас с группой поддержки тоже все отлично. Они просто пока сдерживаются. Время проверить навыки в тортометании. Выигрыш в раунде даст преимущество в финале. Давайте, ребята, сделайте этих пышнохвостых! Игра началась! Вот вам вишневый! А вот вам и яблочный! Торты закончились! Объявляю техническую паузу! Боря, Рома, посмотрите на себя. Совсем перепачкались. Но ничего, сейчас я вас протру. Вот так, вот так. И игра продолжается! Да, это сокрушительное поражение воробушков! Счет 0-1! Ну вот, мам, пока ты нас чистила, мы продули. Кустяки, проиграли только одно испытание. Впереди лабиринт. Макс справится! Да, Макс? Второе испытание — лабиринт. Кто же пройдет его первый? Итак, за основу возьмем алгоритм Тюка-Лема. Ставим крестики на всем пути. Двойные кресты означают, что здесь может быть ловушка. Максим, ты опять грызешь очки. Нельзя показывать свои вредные привычки в прямом эфире. Дома погрызешь. Но, мам, мне так проще думать. О, так. Это оглушительная победа павлинов! Счет 0-2! Каждый воровушек знает свой шесток. А у нас рекламный блок. Милый, не морщись. Тебе без этого хохолка лучше. Просто нам нужно думать не о таких мелочах, а о победе! Рассуждая чисто логически, мы сильно отстаем и гораздо хуже подготовлены. Так что наши шансы... На нуле! Это просто позор! Нет, но эти павлины... Вы видели, какие они опрятные и как слаженно работают? У вас есть две минуты на отдых. Ни секунды больше. Понятно? Да, мамочка. Опять вы в чем-то заляпались. Мыло! Срочно! Аглая, ты чуть не провалила лабиринт. Но, мама, я ведь выучила наизусть все ходы. И ты должна улыбаться. Что это за выражение лица? Улыбнись сейчас же. Как-то лучше. Арсен, опять у тебя перья торчат. Танец мог быть намного лучше. Ты – одно сплошное разочарование. О, привет, дорогая. У вас отличная команда. Вы такие талантливые. Ну что ж, пусть выиграет самый достойный. Какой кошмар. Эта павлиниха не позволяет своей семье и шагу ступить без своего навязчивого контроля. Она не дает им быть собой. Нет, ну вы когда-нибудь видели таких мам? Ну, вообще-то… Кажется, видели. Это их мама почти как ты, только еще более строгая. Это как ты из будущего. Мудрость совы, бесстрашие сойки, прозорливость орла. Это касается других птиц. А чем же знаменитый воробьи? Наоке это неизвестно. Но они стоят на километр позади от павлинов, потому что проиграли все предыдущие раунды. Эй, неудачники! Смотрите, как надо выигрывать! Давайте покажем этим павлинам, чего мы стоим. Но, мама, а вдруг мы снова заляпаемся? Вдруг у нас что-то не получится, и это пойдет в эфир. И тогда, тогда… Ой, я что-то сегодня плохо соображаю. Дети, Аркаша, я была не права. На самом деле, не важно, как вы выглядите на экране. Вы и так самые замечательные. Боря, Рома, не бойтесь запачкаться. Сынок, держи свечки. Можешь грызть, сколько хочешь. Лиса, детка, ты моя умница. Ты в день проводишь больше стримов, чем у этой передачи выпусков. И у тебя всегда все хорошо получается. Давайте, воробьи, за дело! Придумал! Хоть мы и далеко позади, шанс у нас есть. Боря, Рома, видите ту колотушку? Вам нужно прыгнуть на нее. И она пульнет вас далеко вперед. Не бойтесь, вы попадете прямо в грязевое болото. И останется только найти ключ. Так вам, павлины! Василиса, тебе надо пройти липкие кочки и открыть дверь к финишу. Хм, начинает. Но впереди самый сложный этап. Смертельной платформы. Боря, Рома, вы первые. Затем папа, я, Василиса и мама. Дорогая, держись! Бегите без меня! Вы должны выиграть! Ну уж нет! Мы тебя не бросим! Что ж, я всегда говорю, лучше павлину финиша, чем воробей. Мда. Поздравляю, семья павлинов, чемпионы игры в Гагару! А сейчас лучшие моменты игры по мнению зрителей. Да уж, это шоу я запомню на всю жизнь. Я рада, что мы на него сходили. Хоть и не удалось выиграть. Зато у меня теперь сто новых подписчиков в Чикиграмме. О, у меня для вас еще одна новость. Нас позвали на Скворечник 2. Очная ставка с павлинами в режиме ток-шоу. Что? Боря, Рома, быстро в ванную. Макс, не грызи новые очки. Лиса, ты... Так, дети, спокойствие. Мы все можем расслабиться и просто быть собой. Нет, Макс, я серьезно. Ну, хоть протри их для начала. А вот и моя семья. В ее естественной среде обитания. А ведь за пределами этой комнаты лежит прекрасный, почти бескрайний... Макс, говори прямо. Предлагаю нам всем сегодня сходить в музей космонавтики. Музей это скучно. Мы хотим в новый парк аттракционов. Билеты в парк у нас на следующую неделю. Максим, отличная идея. Мы с твоим папой очень любили ходить в этот музей. Там такой необычный кинозал. Прекрасное было время. Давайте лучше поедем в торговый центр. Там как раз сегодня скидки и акции на мороженое. Эй, ну мы и так всегда ездим, куда ты скажешь. Неправда. Приведи хоть один пример. Ну что, какой вам больше понравился? Ну они же все одинаковые. Ну ладно, подумаешь. Может пару раз что-то и было. Я согласен с Максом. Поехали в музей. Идея просто космос. Добро пожаловать в Храм Знаний. Невероятно прекрасный мир планет, галактик и звезд. Покорение космоса. Лично я считаю, что это даже круче, чем эпоха великих географических открытий. А это автомат с космической едой. Есть даже борщ и салат оливье в виде пасты. Класс, хочу попробовать. И я. Что в этом особенного? Вы и так зубную пасту до семи лет ели. Мы и сейчас едим. Эй, Марсик, хочешь кушать? Лови! Уважаемые посетители, имейте в виду, штрафы за причинение ущерба музею просто космические, проедя черную дыру в вашем бюджете. Так, дети, будете хулиганить, не поедете в парк аттракционов. Макс, Лиса, вы тоже. А мы-то тут при чем? Вы старшие. Должны подавать пример братьям и Алине. Лучше сходите и осмотрите залы. Но здесь не на что смотреть. Все старое, ржавое, всюду песок и камни. Это не песок и камни, а луны грунт и осколки метеоритов. Скука! Вот зря ты так. Скука – это не про космос. Космос – это проверка выдержки, стойкости, духа и смекалки. О чем ты? Вот, например, однажды дождь из метеоритов пробил обшивку возле жар-птица. Отважный капитан в одиночку вышел в открытый космос с помощью руки робота. Он залатал дыру и экипаж вернулся на Землю. А если бы они остались в космосе, в мире было бы на одну унылую историю меньше. Мам, давайте уже поедем в торговый центр есть мороженое! Да! Чур мне облепиховое! Макс, ты чего? Модуль жар-птица! Он здесь! Его никогда раньше не выставляли! Мы просто обязаны его осмотреть! Мы едем в торговый центр. Но это же МКС! Легенда в истории покорения космоса! Так, предлагаю компромисс. Вы все вместе с Максом идете посмотреть МКС, а потом едем в торговый центр замороженным. Договор? Ладно, так уж и быть. Мам, спасибо! Ты лучше! Так, внимание! МКС – это памятник эпохи. Ничего не трогайте внутри руками и ногами, иначе что-нибудь сломаете. Милый, ты помнишь? Мы ведь были здесь перед тем, как вылупился Макс. Наверное, поэтому он так любит этот музей. Давай посмотрим, что идет в кинозале. Как в старые добрые, а? А у Золины и Марсиком дети присмотрят. Василиса! Ха-ха, Марсик! Макс, ты чего? Опять остолбенел? Именно сюда тогда ударил метеорит. И как финальный слой заделки, капитан использовал самую обычную эпоксидную смолу. Ммм, кисленькая. Макс, тебе же не два года. Даже Алина уже не сует в рот всякую гадость. Эй, Алина, ты куда? Стой! Алина! А, вот ты где. Больше так не убегай, хорошо? Хорошо. Класс, смотри, что здесь есть. Защищайся, шпионский клон. А клона слышу. Этот корабль наш. А вот и посмотрим. Ом-дрю. Что вы натворили? Вы что, порвали обшивку корабля? Ничего мы не сделали. Сейчас все починим, никто и не заметит. Дверь не открывается. Макс, помоги. Мы застряли внутри МКС. И еще, мне кажется, мы порвали обшивку. Сейчас он скажет свою коронную фразу. Я же вас предупреждал. Нет, он ее сказал. Чего вы радуетесь, у нас проблемы. Это уж точно. Ладно, эмоции потом. Будем рассуждать логически. Продолжительность сеанса в кинозале 10 минут. Две прошли, значит родители вернутся через 8. Соответственно, нам надо просто взять и... Молодой человек, что же вы не заходите на МКС? Перезвоню. А знаете ли, я тут стояла и размышляла о магическом чувстве невесомости. Это чувство прекрасное. У нас как раз есть центрифуга. Не желаете испытать на себе? У меня вообще-то морская болезнь. Эй, выпустите нас отсюда! Так, а это что еще за звуки? Это я кричу и стучу от энтузиазма. Хочу опробовать центрифугу. Стучать не надо. Кричать бесполезно. В космосе никто не услышит ваш крик. Пойдемте, нас ждет невесомость. Отлично. Просто великолепно. Да. Зря я прогуливала астрономию. И физику. И ОБЖ. И вообще ничего не знаю про космос и МКС. Мы отсюда никогда не выберемся. Мы застряли. Мама нас накажет, и мы не поедем в парк аттракционов. Только Олень нехорошо, она всегда ни при чем. А где она? Оленька, как ты там оказалась? Что? Почему здесь все двери не открываются? Мы тебя спасем, слышишь? И себя. Главное включить мозги. Хоть Макс и говоришь, что они у меня куриные. Смотрите, что я нашел. Это же план модуля. Так. Главный вход. Вон там шлюз. А там управление роборукой. Я думаю, с ее помощью мы сможем открыть дверь. Ром, попробуешь? Легко. Как тут прыгать, стрелять? Ну теперь мы точно попали. Ну как вам, понравилось? Сложно передать. Что это со станцией? Еще, пожалуйста, хочу еще. С удовольствием. Чем больше мы стараемся, тем хуже делаем. Может вообще ничего не делать? Марсик, что там у тебя? О, это же метеорит. Метеорит, метеорит. Стойте, как же там Макс говорил? Космонавт вылез в открытый космос, починил обшивку, пробитую метеоритом. Точно, я знаю, что нужно делать. Сначала я выйду в открытый космос. В скафандре. Чтобы филин не спалил. Это что, у меня уже в глазах двоится? Еще, еще хочу! Отлично. Потом я подсоединю трос к руке роботу. А вам нужно очень аккуратно. Очень аккуратно! Увести руку наверх и прицепить трос к кольцу. Думаю, дверь закрылась из-за разгерметизации обшивки. Я возьму ваши тюбики с едой, заделаю пастой царапины, и дверь откроется. Ура! Мы спасены! Алинка, у нас получилось! А вот и мы. Какая все-таки это была чудесная идея сходить в музей. Максим, а где все? И что с тобой? Все нормально, мам. Мы здесь. Еле смогли уйти с МКС. Это был ни с чем несравнимый опыт. Никогда не думала, что я, Василиса Чирикина, выйду в открытый космос! Это было так круто! Мы победили всех шпионских клонов и нашли космическую карту. А еще мы управляли роботом и прицепили крюк к кольцу. Мойтики! О! Как вы оттуда выбрались? Скажем так, нам повезло, что у нас есть брат, который знает много крутых историй про космос. Эй, вы где там? Неужели вы забыли, куда мы собираемся ехать? В торговый центр! За мороженым! Постойте, а где Марсик? Так, кто здесь лает и царапается? Откройте, откройте! У меня клаустрофобия! А, ну конечно же. Каждый раз забываю про эту кнопку. Хм-хм. Да что ты делаешь? Прыгай! Сам прыгай отсюда, не мешай мне! Ах, ты худший пират на свете! А ты, а ты, а ты вообще не пират, понял? Эй, мелкие, чего спорите? Вы оба не пираты. Вам этот уровень не пройти. А ты его прошел как будто... Уф, естественно. Серебряная медаль! У-у-у-у! Такая медаль есть только у десяти игроков, включая меня. А золотой нет вообще ни у кого. Ладно, пока, сухопутные. Почему он так сказал? Мы же правда сухопутные птицы. И он тоже. Он имел в виду, что мы не пираты. А-а-а. Но он ошибается. Мы пираты. И мы пройдем этот уровень. Клянусь, город Брамсель. И я клянусь. А что это? Не знаю. Но звучит по-пиратски. Да куда идти? Я не понимаю. Тысяча грачей. А карты тебе на что? Там есть ориентиры. Быстрее, сухопутный. За тобой погоня. Да я вообще бегать не люблю. Хм, забрать сокровище или помочь другу? Сокровище! Ладно. Наверное, иногда надо помогать друзьям. Осторожно, по мосту через пропасть! А падать нельзя? Нет! Жаль. Кто бы нам еще помог? Пиратик Бобо. Алина, ты была нашим последним шансом. Есть еще папа. Вот я и говорю. Алина была нашим последним шансом. О, сокровище Пеликаньего острова. Я ее когда-то всю прошел. Пиратик Бобо. Ого! А я и не знал, что тут можно так проиграть. Да просто управление непривычное. Я же на ноутбуке играл. И персонаж вроде был моложе, шустрее. И ты тоже дорогой. А на том ноутбуке сохранились результаты? А результаты? Ну, были какие-то медальки золотые. Золотые? Дай нам этот ноутбук, пожалуйста. Эх, забирайте. Он ваш. Только он остался на старой работе. А мы сходим и заберем. Скажи адрес. Да я не помню уже. А как это можно не помнить? А я всю ненужную информацию из головы выбрасываю. Освобождаю место для новых идей. Да, дорогой. И информация про мытье посуды всегда оказывается лишней. А что, я также освобождаю память телефона? Точно. У меня в телефоне есть программа, чтобы найти ноутбук. Так, ну вот он. Где? Где-то в этом круге. Да тут целый район. Как его искать? Ну, я еще помню, что там была вывеска про хлеб, памятник Индюку и вроде бы парк. Ориентиры! Как на пиратской карте. А сам ноутбук как выглядит? Эм, зеленый такой и ваша фотография наклеена. Хм, чтобы не забыть нас как адрес офиса? Рома. Ладно, все, поднимаем паруса за сокровищем! Вам еще рано ездить по городу одним, а у меня дела. Давайте завтра ваши паруса поднимем. Нет, нам надо сегодня. Василиса, съездишь с нами! Василиса его не унесет. Это модель 38Б. Он очень тяжелый, из-за двойного монитора. Василиса его не унесет, потому что вообще не будет таскать всякие пыльные железки. Макс! Хм, ладно, съезжу с вами. Ха, всегда работает! То есть, спасибо, Макс! Ха, смотри! Вон этот неудачник с серебряной медалью! Главное, не рассказывать ему про ноутбук, а то... И где вы возьмете этот ноутбук? Хлеб, индюк, парк! Если ты такой крутой пират, попробуй найти его по этим ориентирам! Ты зачем ему все рассказал? Он теперь сам все найдет! Кто? Этот сухопутный? Он без нашей карты ни за что не справится! Эй, какаду! Свистать всех наверх! Эй, конюна, сразу! Чего не ясно? Это значит, собирай парней! Есть дело! Ох, как тяжело быть единственным нормальным пиратом! Так, тут есть хлеб и индюк, но нет парка. А тут парк и индюк. Можно подумать, памятники только индюкам ставят. А тут парк, индюк и хлеб. И больше ничего. Прячьтесь! Что? Покусай меня, барракуда! Они только что были тут! Ладно, сами все найдем. Они следят за нами, чтобы отнять сокровища. Вот это настоящие пираты! Кстати, интересный факт. Пиратские карты часто размывало водой. Хм, хочешь сказать, папина воспоминания тоже я размыла? Только ему не говори. Но если предположить, что там был не парк, а пара деревьев, а вместо хлеба там... Пончичная! Тогда ноутбук, наверное... В этом офисе! Что ж, теперь даже ребенок нашел бы сокровище. Эй, малышня, на работу пришли, что ли? Нет, за ноутбуком! Отдайте его нам! Хе-хе-хе! Это что, грабеж? А вы, может, пираты? А? Ну, вообще-то, да! Хм, извините, адмирал нашего офиса сказал пиратов не пускать. Это действует только на маму. Ну, на меня немножко. А дело в том, что наш папа тут работал, и это его ноутбук. А, да, я помню ваши фото на чьем-то ноутбуке. А как зовут папу? А как его зовут? Его зовут папа. Аркадий Петрович его зовут, и он ученый. А, ты, значит, Макс. Он про вас рассказывал. Ладно, берите ноутбук, он на втором этаже. Но выше не ходите, там ремонт. Так, и папе привет. Да, он уже стер вас из головы. Чего? Нет-нет, ничего. Спасибо за помощь. Иди, мужик. А вы кто такие? Мы? Воробьи? А что, не видно? Хотим помочь своим братьям. Двоюродным. Донести ноутбук. А то без нас они не справятся. Донести ноутбук. Донести ноутбук. Вот он, зеленый. С нашей фотографии. Закровища пеликаннего острова теперь мои. Слышь, пеликан, почему это сразу двои? Ребята, давайте не будем громко... Вот вы где, салаги. Отдавайте ноутбук. Я же предупреждал. Давай на третий этаж. Не люблю я бегать. Боря, помоги. Если запачкаемся, мама нам такую полундру строит. Попались, дохлые моллюски. Боря, бросай нас. Уноси ноутбук. Ага, тебе легко говорить. Ты умеешь перед мамой грустные глаза делать. Золотые медали теперь мои. Я же говорил, вы не пираты. Настоящий морской разбойник пожертвовал бы ради сокровища кем угодно. Это же первая часть игры. В нее уже сто лет никто не играет. Ну ясно. Какие пираты, такое сокровище. До скорого, неудачники. Он прав. Мы не пираты. И мы никогда не пройдем этот уровень. Да мы его уже прошли. В смысле? Ну смотрите, по карте ориентировались, погоня была, через пропасть переходили и даже пожертвовали сокровищем, чтобы спасти друзей. Теперь мы настоящие пираты. Неа, и никакое это не сокровище. А вот и сокровище. Почему, вы думаете, я с вами поехал? Потому что вы мне милые глазки строили? Нет, потому что этот ноутбук жутко раритетный. И я сразу это понял, когда папа про два экрана сказал. И есть радиорынок, где его можно очень дорого продать. Что вы устроили? Я же говорил, на третий этаж нельзя. Оу, пришло время секретного оружия. Что-то ваши милые глаза совсем не работают. Надо еще потренироваться. Идите сюда, пернатые. Пожалуйста, мы больше не будем подниматься на третий этаж. Конечно, я вас в кофе больше не пущу. И вашего папу тоже.